Квасов Александр Александрович. Уважаемые коллеги, значит, с 1 января у нас уходит из доходной части бюджета единый налог на уменный доход ЕНВД, который в предыдущие годы нам приносил порядка 530-560 миллионов рублей. В результате предприниматели будут вынуждены перейти на традиционную систему налогообложения, кто-то перейдет на патент, но большинство перейдут на упрощенную систему налогообложения, из которой 30% идет в муниципальный бюджет и 70% остается в регионе. В декабре месяце законодательное собрание Иркутской области будет рассматривать законопроект, о бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты, в котором предусмотрено, в связи с таким перераспределением налогов, в связи с тем, что у нас ЕНВД ушел из доходной части местных бюджетов и муниципальные образования существенно потеряли в доходной части, предложение законодательного собрания добавить 30%, всего 3%, 3,57%. Для города Иркутска это будет примерно 128 миллионов. То есть 560 мы потеряли, 128 миллионов добавочно вот эти 3% к нам придут. Значит, предложение какое вынести на голосование комиссии о том, чтобы завтра на Думе рассмотреть обращение к законодательному собранию и губернатору Иркутской области о том, чтобы вот эти дифференцированные нормативы отчислений в бюджетах муниципальных районов городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в территории соответствующего муниципального района или городского округа, в областной бюджет, в соответствии с бюджетным кодексом, за основу взять не 3%, а 12%. У меня все. То есть, 12% это примерно 480 миллионов рублей. Усах Леонид Дмитриевич. Александр Александрович, вот к вашей формулировке, правильной поддерживаю, я бы добавил еще обоснование в связи с отменой с 1 января ЕНВД. Знаешь, как вы зачитали? Максим Владимирович. Слава Павловна, я маленько хотел бы дать пояснение в поддержку, наверное, Альфии Ангамовны. Тоже разбирался в этом вопросе. Во-первых, там не 3%, там целая методика, которая утверждается законом Иркутска. Значит, для того, чтобы, ну, как мне кажется, для того, чтобы сейчас аргументированно разговаривать с Министерством финансов Иркутской области, необходимо все-таки дождаться окончания первого квартала для того, чтобы налоговая служба могла хоть какие-то прогнозы сделать. Потому что на текущий момент непонятно, какие предприниматели перейдут на упрощенную систему, какие на общую. Потому что, напомню, упрощенную систему 30% мы сейчас получаем. Соответственно, для того, чтобы четко посчитать сумму выпадающего дохода, нужно дождаться окончания первого квартала. Поэтому я бы все-таки сейчас пока повременел с этим делом. Спасибо. Александр Георгиевич Банько. Добрый день, коллеги. Коллеги, у Сан Саныча очень интересное предложение. Я считаю, что нужно пойти по этому пути. Мне кажется, обращаться нужно, потому что в целом, можно уже сейчас сказать по аналитическим данным, которые федеральные эксперты дают на сегодня, то, что экономика будет падать. Собираемость налогов, естественно, будет за экономикой тоже падать. По данным статистики, по сентябрь месяц падение по сбору НДС составило 28%. Это федеральная статистика. Поэтому, если сейчас статистику будем поднимать на октябрь-ноябрь, я думаю, что падение будет еще выше. Поэтому нам стоит задуматься на том, как и какими способами пополнять бюджет. Я считаю, что надо Сан Саныча поддержать. Юрий Деомидович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы следите так же, как и я, наверное, как и большинство у нас иркутян за статистикой заболеваемости коронавирусом. Она практически не растет. Два-три человека добавляется каждый день. Но это же неправда. Это же абсолютно неправда. Все больницы переполнены, скорые не приезжают. Мне просто умилителем кажется, когда Мишустин выступает и говорит, мы должны добиться, чтобы скорая помощь вместо шести минут приезжала за три минуты. У нас по двое суток не приезжают. У нас многие люди умирают потому, что скорая помощь, они не из-за коронавируса. Вот у меня в округе несколько ветеранов, очень таких уважаемых, заслуженных людей умерло. Двое суток не приехала скорая. Их винить нельзя, потому что они не могут избавиться, в кавычках, конечно, от тех коронавирусных пациентов, которые привезли в больницу, а у них не берут их. Поэтому можно нам, конечно, статистику скрывать. Наверное, наше руководство области правильно поступает, скрывает. Тогда не нужно просить помощи у федералов, не нужно разворачивать госпитали, как в ЛНУД. Мы можем просто терпеть. Но на самом деле можно и не терпеть. Можно же действительно признаться в том, что у нас ЧП, чрезвычайная ситуация. И просить помощи от федеральных. Да, может быть, скажут, ты не совсем прав, что так у тебя плохо, ну а что сделаешь? Это эпидемия. И так же у нас с бюджетом. Но если у нас уже известна потеря, мы можем, конечно, потерпеть до марта месяца. Может быть, до мая. Может быть, еще даже три года потерпеть. А вдруг губернатор вместе с законодательным собранием правильное решение примет? Да это же чушь. Зачем нам терпеть, если мы можем уже озадачить их, направить их мысли в нужное направление? Поэтому, абсолютно поддерживая полностью Сан Саныча, нужно сейчас проголосовать на комиссии, именно к комиссии, обратиться к председателю Думы, вынести вопрос на ближайшее заседание Думы, то есть послезавтра, обращение к губернатору и законодательному собранию. Не к законодательному собранию, а именно к губернатору и законодательному собранию. Юрий Демич предлагает поменять местами сначала к губернатору, а потом, запятая законодательное собрание. Уважаемые коллеги, вот, например, Ангарск предлагает на 9,5% увеличить. То есть такое предложение они уже оформили, направили. Вот наше предложение на 12. Вот это вот как раз дифференцированный норматив отчислений, ну, принимается, то есть на который увеличивается. Ну, вот, ЗАГСобрание принимает, предлагает его на 3,57%. Своё мнение вы можете выразить в голосовании, да, если хотите повременить, но воздержитесь, проголосуйте против. Но я считаю, что это обращение необходимо нам делать, вот, в обязательном порядке. И я думаю, что как-то временить, да, там, как-то откладывать здесь нельзя. Спасибо. Евгений Юрьевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. В целом, конечно же, поддерживаю данное обращение, потому что тут, ну, дело даже не в обращении, дело в том, что без денежных средств дополнительных, да, ну, в принципе, нам не выжить. Но я, коллеги, хотел бы напомнить, что месяц назад вместе с мэром города Иркутска было направлено нами законотворческая инициатива в законодательное собрание как раз частично про те вещи, про которые мы сейчас говорим. Там уже был оформлен в виде конкретного законопроекта об изменении как раз налогоочисления в пользу города Иркутска. Более того, когда мы с Игорем Ивановичем встречались, ну, если внимательно вспомним, я делал доклад, и там целый перечень был обращений, и в том числе, о чем сейчас говорит Сан Саныч. Мы его уже сделали, оно официально направлено. Я предложил бы просто все равно дождаться ответа, что касается обращения по законопроекту, то там процедура, по-моему, в течение 30 или 40 дней законодательное собрание должно дать свое мнение по поводу данного законопроекта. А Игорю Ивановичу мы уже обратились. Вот это обращение было, когда мы здесь с ним встречались месяц назад. Оно уже было. Есть протокол. Просто каждый месяц одним и тем же обращаться, мне кажется, не совсем логично. Давайте вспомним, дождемся ответа, а после этого уже будем соответствующее обращение готовить. Ну, вот я вот с точки зрения логики. Леонид Дмитриевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, откуда родилась эта сумма 12%? После общения с Эфией Ангамовной она сказала, что 1% это плюс-минус 40 миллионов. И чтобы вернуть на прежний уровень, то есть вот родилась эта сумма, цифра 12%. Я все-таки настаиваю, что нам надо, чтобы обращение по конкретно данному вопросу состоялось. Потому что в комплексе всех совокупных вопросов этот вопрос мы можем упустить. Поэтому обозначить его необходимо и чтобы приняли решение на ближайшие сессии. Спасибо. Юрий Дмитриевич, пожалуйста. Евгений Юрьевич, я думаю, что вы, как никто, лучше всех понимаете, что такое поговорить и что такое официально обратиться. Мы можем здесь, вот мы сейчас тоже разговариваем, и это все протоколируется. Это не значит, что будут какие-то решения приняты. Это просто мы обсуждаем. Мы поговорили с губернатором, он даже запротоколировал. Это и есть как бы разговор. На основании разговора образуется решение. Решение должно быть оформлено в юридический нормативный акт. И, значит, если даже вы лично обратитесь письменно, то это не будет решение Думы. Это будет ваше личное мнение, которое, возможно, как подумает губернатор, не согласовано с депутатами и, возможно, даже отличается. Поэтому я настаиваю на том, что мы должны обязательно проголосовать комиссионно, обратиться к председателю, включить ближайшую повестку заседания Думы и официально обратиться. И не надо никаких ждать. Вот второе, значит, с чем я могу не согласиться с вами, Евгений Юрьевич, дождаться 30 дней официальных. От чего дождаться? Вы же не обращались, вы же, получается, просто как бы запротоколировали. Это не значит, что какое-то официальное обращение. Это во-первых. Во-вторых, сейчас принимается бюджет. Сейчас принимается бюджет, понимаете? И если мы будем ждать, ну, это, наверное, будет соответствовать ваше предложение, ну, созвучно Максиму Владимировичу. Давайте-то до марта подождем. У нас-то начинается год с января, поэтому промедление смерти подобно. Давайте поэтому оформим официальные документы. Я просто настаиваю на этом, поддерживаю Сан Саныча. Но я еще раз подчеркиваю, проценты я не считал. Ну, если мы укажем 12 процентов или не менее 10, то я согласен за любой вариант. Спасибо. Здесь записавшиеся по очередности, но я хочу слово предоставить Альфе Ангамовне. Спасибо. Я просто немножко хотела прокомментировать, немножко поправить Александра Саныча. Не 3,57, а 3,21. Это дифференцированный норматив для города Иркутска. И... А? Ну, может, значит, еще что-то поменяли они, потому что в проекте было 3,21 и 128 миллионов. Но необходимо отметить, что мы же тоже смотрели этот проект закона как администрации. И тоже высказали свое мнение по этому поводу в виде официальных замечаний на ассоциацию муниципальных образований. Потому что сейчас процедура рассмотрения муниципальными образованиями проектов законов идет через ассоциацию. И мы там тоже высказали свое мнение о том, что, скорее всего, занижен этот норматив, потому что выпадающий доход, то есть на самом деле единого налога на умененный доход поступало больше в бюджет города, чем нам сейчас компенсируют. Единственное, как бы есть небольшая ситуация с тем, что возможности доказать, сколько выпадает и сколько мы обратно поступим. О чем говорил Максим Вадимович, да. Поэтому, естественно, мы тоже на это обратили внимание. Евгений Юрьевич, пожалуйста. Реплику, Юрий Юрьевич, внимательно меня слушали, я не про то, что проговорили. Мы законопроект официально мэр направил в законодательное собрание. Прошу просто слова правильно понимать, вы же все услышали. 40 дней законное дается законодательному собранию на его отзыв. Я говорю лишь про это. Причем тут какое-то обращение поговорили. Это официальный документ. Он поступил в адрес законодательного собрания. Они должны дать проект экспертизы данного законопроекта. После этого принять или не принять. И об этом, понимаете, это уже гораздо важнее, чем то, что предлагает сейчас Александр Александрович. Это как раз поговорить и публично обратиться. А был направлен законопроект о изменении статуса областного центра, где было переведено в конкретные цифры. Я и предлагаю, давайте дождемся, какой будет по нему ответ. Если от законопроект с том представленным мэром редакции будет принят, то мы получим 1,3 миллиарда дополнительно. Понимаете, мы все прекрасно понимаем, что и область, и область, это бюджет не намного лучше, чем у нас, а может еще даже хуже. И все подряд мы взять не сможем. Поэтому мы перечислили губернатору все возможные дополнительные источники дохода. Я предлагаю просто их дождаться. Оно в принципе не противоречит обращению. Сан Саныча, я просто за последовательность работы законопроекта, это не обращение, это более серьезные бумаги. Ну, чтобы будет правильным друг другу понимать. Александр Александрович. Уважаемые коллеги, вот я в своем выступлении, да, обращал ваше внимание, что обратиться в законодательное собрание, потому как законодательное собрание устанавливает вот этот дифференцированный норматив, да, и утверждает его, а потом уже губернатору, как политическому лицу, да, высшему должностному лицу, субъекта Российской Федерации. Сейчас у нас, по сути, да, вот идет обмен мнениями. В этом обращении оставлять губернатора, ну вот, по выступлению Юрия Диамидовича, либо его вычеркнуть оттуда, да, по выступлению Евгения Юрьевича. Но суть-то в том, что в законодательном собрании обращение необходимо все-таки делать, да, потому как на следующей сессии этот законопроект будет рассматриваться, этот норматив дифференцированный, утверждаться. Понимаете? Тут не суть в том, что вот не нужно его делать, это обращение, его необходимо делать, но сейчас весь спор идет включать туда губернатора или вычеркнуть его оттуда. Понимаете? Еще момент. Альфия Амгаммана. Ну вот тут все обращения, в том числе от города Иркутска, да, они здесь есть, и я вот могу зачитать то, что вот было написано от города Иркутска, что в целом законопроект поддерживается, учитывая изложенные, считаем, необходимым пересмотреть подходы к расчету дифференцированного норматива, начиная с бюджета 22-го, 23-го, 24-го года. Но я думаю, что это слишком поздно, обращаться нужно сейчас и просить, чтобы предусмотрели изменение этого дифференцированного норматива уже на 21-й год, в связи с тем, что у нас очень много выпадающих доходов с отсутствием налога и НВД. Спасибо. Сергей Леонидович Юдин, по ведению. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы немножко отошли от регламента, который сами же и устанавливали. Мы рассмотрели вопросы, выступили, задали вопросы. Сан Саны сделал предложение. И вот мы опять ушли в обсуждение вопроса, докладчиком выступил Сан Саныч. Я предлагаю прекратить прение о предложении Сан Саныча. Он его вынес. Давайте мы по нему проголосуем. У нас будет еще совет Думы. И решение комиссии – это рекомендательный характер. И на Думе тогда мы дообсуждаем. Необходимо обращаться к законодательному собранию или все-таки остановиться на той законотворческой инициативе, которую выдавил Руслан Николаевич. И депутатов будет больше, и кворум будет более компетентный. Я предлагаю прекратить прение, проголосовать предложение Сан Саныча и проголосовать вопрос, который мы сегодня рассматривали. То за предложение Сергея Леонидовича прекратите обсуждение вопроса и перейти к голосованию. Голосуем. Решение принято. Александр Александрович, пожалуйста, озвучите свое предложение по голосованию. По ведению Юрия Леонидовича. Дело в том, что было два предложения, Сан Саныч не зря уточнял, губернатора включать или губернатора не включать. Я просто перед тем, как вынести на голосование, просто хотел бы попросить уже Александра Александровича не исключать губернатора. Чтобы объединить два предложения, иначе придется дважды голосовать. А я считаю, что это принципиально важно губернатору. Александр Александрович, еще раз озвучите, пожалуйста, свое предложение о том, что данный вопрос рассмотреть, включить в повестку Думы. Прошу включить в повестку ближайшего заседания Думы вопрос об обращении к законодательному собранию и губернатору Иркутской области. О том, что дифференцированный норматив отчислений в бюджетных муниципальных районах и городских округов от налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложениями, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района или городского округа, определить этот дифференцированный норматив, наше предложение, цифрой 12, а не 3,57, как предлагается. Хорошо. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Данный вопрос рассматривается на Думе в четверг.